Улица Дзержинского, дом 73. В этом жилом доме расположены также магазины, аптеки и прочие учреждения. Здесь на протяжении нескольких лет разрушается фасад. Об этом говорят сами жильцы. Некоторые фрагменты падают на пешеходную зону, что несомненно опасно для жизни и здоровья горожан. После недавнего обрушения опасную зону возле дома огородили красной лентой. Не все обходят ее стороной и многие считают подобные условия неприемлемыми. Горожане отмечают, что многим домам в Рязани требуется реставрация. Кроме того, некоторых проблем можно вовсе избежать, если хорошо ухаживать за строениями. Не то, что в городе, а вот на окраинах. Там вообще караул, кошмар там пройти невозможно нигде. На улице Дзержинского дело дошло уже до аварийного обрушения. Однако здесь пока никто не занимается восстановительными работами. Кроме того, в управляющей компании не скрывают своего раздражения на назойливых жильцов дома. Сегодня жителям позвонило. Уйма количество. Это просто невыносимо. И каждый спрашивает, когда у нас будут делать. Жильцы имеют право знать, когда в действительности здание будет приведено в порядок, а ходить рядом с ним станет безопасно. Там уже были наши работники. Они все, что аварийное, они все подковыривали, весь фасад почистили для того, чтобы люди уже как бы ходили, не боялись. Там же все огорожено у вас. Пока управляющая компания не планирует делать текущий ремонт, а предлагает продолжить обходить здание по проезжей части вдоль машины ограждений, дожидаясь капитального ремонта дома. Иначе будут все ходить опять под окнами. Там же неизвестно, когда что будет вываливаться. То есть неизвестно? Или вы все-таки убрали так, чтобы не вываливалось? Непонятно. Убрали так, чтобы не вываливались. Но неизвестно, будет ли вываливаться, да? Ну вы вот можете угадать, вывалится там кирпичик еще или нет? Это никто не может предсказать. Никто и не ожидал, что у вас фасад посыпется. Пока в управляющей компании гадают, вывалятся ли новые кирпичи, одновременно с этим там пояснили, что из зеленой рощи в фонд капитального ремонта было отправлено письмо с просьбой о переносе сроков капитального ремонта фасада на ближайшее время, то есть на этот год. Остается надеяться, что разрушающийся фасад никому не навредит, а пешеходы не окажутся под колесами автомобилей, обходя этот дом. Анна Герцовская, Михаил Азуткин, телекомпания «Город».